Молодые казаки сошлись в поединке на силу, ловкость и смекалку, чтобы показать, чем издревле славилось российское казачество. На территории казачьего историко-культурного парка «Станицы» в селе Новая Беденьга Ульяновского района завершились ежегодные межрегиональные казачьи игры «Волжский сполох». В организации соревнований и культурной программы принимали участие члены казачьих обществ Симбирского отделского казачьего общества, казачьих общественных организаций Ульяновской области, Совета по делам казачества в Ульяновской области, представители исполнительных органов власти и органов местного самоуправления. На торжественном открытии мероприятия участников и гостей поприветствовал губернатор Алексей Русских. Казачьи традиции, культура, сам дух казачества всегда были очень близки и понятны ульяновцам и всем россиянам. Близки потому, что казачество – это уникальный образ жизни людей, верных своему отечеству. В этом году в играх принимали участие 16 команд, среди которых представители почти всех районов области казачьих организаций. Участниками игр стали 160 школьников. Они соревновались в палеотлоне, перетягивании каната, гиревом спорте, плетении маскировочных сетей, огневой подготовке, рубке шашкой, верховой езде, бои на бревне с мешками, военно-тактической игре стрейкбол, а также в творческих конкурсах «Статин» строен «Уважение достоин» и страницы истории казачества. Победители игр «Волжский сполох» отправятся на всероссийские игры «Казачий сполох» в сентябре-октябре этого года. Кроме того, в день открытия игр прошло заседание Совета по делам казачества в Уленской области. Его участники обсудили участие казаков Симбирского отделского казачьего общества ВВКО в специальной военной операции, развитие системы казачьего образования как основу военно-патриотического воспитания учащейся молодежи, развитие молодежных казачьих организаций на территории области. В нашем регионе по инициативе самой казачьей молодежи и казачьих организаций создано Ульяновское региональное детское и юношеское общественное движение казачьей молодежи. Это интересная активная платформа для вовлечения детей и молодежи в систему военно-патриотического воспитания. Я прошу глава подминистрации муниципального образования оказать содействие в движении данной организации. На заседании совета также было заключено соглашение о сотрудничестве между Молодежным многофункциональным центром Дома молодых и региональным детско-юношеским общественным движением «Казачья молодежь».